Добрый вечер. В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Поболовец. Как в Гомельской области развивается сфера медицины? Какие вопросы волнуют гомельчан? И как помогают решать эти проблемы наши депутаты? На эти и другие вопросы сегодня отвечает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Федорович Левшунов. Левшунов Олег Федорович родился в 1964 году в деревне Малой Немки Ветковского района Гомельской области. Образование высшее окончил Атыраусский педагогический институт Казахской СССР, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академия управления при президенте Республики Беларусь. Работал агрономом совхоза Северной Ветковского района Гомельской области. Прошел путь от замдиректора средней школы до начальника отдела образования администрации Центрального района города Гомеля. Награжден медалью «За отвагу» и 15 медалями СССР и Республики Беларусь. Нагрудным знаком Министерства образования «Выдатник эдукации», почетными грамотами Президиума Верховного Совета СССР, Национального собрания Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь. Входит в делегацию Национального собрания Республики Беларусь, Парламентской ассамблеи, Организации договора о коллективной безопасности, является членом постоянной комиссии по социально-экономическим и правовым вопросам. На вопросы, которые касаются направления работы Олега Левшунова, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Олег Федорович, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, уважаемые телезрители и жители города нашей региона. Олег Федорович, на Национальном собрании президент четко обозначил основные направления, как будет развиваться наша медицина в ближайшие пять лет. Приведу несколько цитат. Целью демографической политики является стабилизация численности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. В числе основных задач укрепления здоровья населения, развитие системы поддержки семей с детьми. И первый вопрос у меня будет таким. Вот как это все планируется реализовывать на практике? Действительно, глава государства нашего Александра Григорьевича Лукашенко, президент нашей страны, обозначил, что главной и основной отраслью, приоритет нашего государства – это отрасль здравоохранения. Поэтому я хотел бы сказать, что правительство утвердило государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. И там яркой красной краской прописано, что программа предполагает повышение качества и доступность услуг системы здравоохранения. Планируется также оптимизация внутренних миграционных процессов. И также за счет реализации данной программы на 2016-2020 годы в Беларуси планируется увеличение и ожидается увеличение продолжительности жизни в первую очередь. И, конечно же, такая постановка, что до 74-60-х годов жизнь должна быть продолжена. Сейчас 72 года. Если мы вернемся в историю, то было 69. И мы помним этот период, когда в 69-65 лет мужчины уходили в мир иной, и жители наши. Ну, это вы обозначили, скажем так, глобальное направление, а больше интересует вопрос, как мы это будем реализовывать, как мы это будем внедрять в нашу жизнь. Я хочу сказать, спасибо Евгению за вопрос, значит, я хочу сказать, что мы уже внедряем и мы чувствуем реально на развитии отрасли здравоохранения. Вы посмотрите за прошедшую пятилетку, сколько уже сделано в этой отрасли. Если возвратиться к цифрам, то, посмотрите, одним из приоритетных направлений вообще в отрасли здравоохранения является укрепление материально-технической базы. И, без сомнения, шагнули очень далеко. Если говорить по цифрам, вот в Гомеле, то произведено ремонтных работ на сумму более 69 миллиардов рублей. Это о чем-то говорит. Серьезное влияние, в том числе, в 2015 году на сумму 9,4 миллиона рублей. Если говорить конкретно о том, что на практике, какие прямые меры живые, то мы, как жители города Гомеля, видим. Это ожоговый центр, в который было как бы и не всегда приятно зайти. Сейчас привели в такой порядок и берет гордость, когда заходишь в это учреждение, где люди нуждаются в экстренной помощи. Это и поликлиника в микрорайоне номер 17, детская поликлиника. Ведь мы помним тот период, когда жители 17 микрорайона и микрорайона Новостроек в пешем порядке, иногда, значит, и городским транспортом добирались на улицы Ландышева, чтобы получить качественную помощь медицинскую для своих деток. И я, как житель этого микрорайона, очень на примере помню, я получил там жилье в 1995 году, когда шла только еще начало массовой застройки и приходилось пользоваться услугами здравоохранения именно в поликлинике по улице Ландышева. И мы всегда мечтали, говорили, когда же это свершится, что у нас будет свой. Но сегодня мы видим на практике, выстроен такой район, что мы говорим, что центр переместился в микрорайон Мельниковлов. Весьма приятно. Но это вы сказали о том, что уже сделано. Меня больше интересует, что планируется в ближайшие пять лет сделать. Ближайшие пять лет мы слышали внимательно на Пятом Себелорусском собрании из уст главы нашего государства, президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, какие стоялись задачи, в том числе и в области здравоохранения. Убрать очереди с поликлиник, что не всегда, но бывает. И я хочу заметить, что органы местной власти и органы управления здравоохранения на местах стараются решить по максимуму эти вопросы. И сегодня медицина все доступнее и доступнее к нашим гражданам. Я на примере могу вам привести буквально недавно. Ко мне обратились мои избиратели, когда надо было экстренно оказать помощь в плане вызова скорой медицинской помощи. И это было очень быстро. И даже я не думал, что в такие кратчайшие сроки медицина оказывает помощь нашим гражданам. Олег Федорович, давайте мы продолжим разговор чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Уважаемый Олег Федорович, я житель города Гомеля. Благодарю и ваш избиратель голосовал за вас. И благодарю вас, что вы неоднократно, когда мы обращались к вам, вы нам помогали решать вопросы. Я хотел бы, чтобы и дальше вот вы эту линию проводили, потому что у вас есть большой опыт. Вы прошли и учитель, и директор, и зауре, но и самое главное, вы прошли Афганистан. Чтобы вы, имея депутатский мандат, отстаивали наши интересы так, как вы отстаивали раньше. Благодарю вас. А вопрос у вас есть? Ясно, вопроса нет. Значит, просто слова благодарности. Спасибо большое. Спасибо. Давайте продолжим ту тему, которую мы начали. Вы сказали, что планируется убрать очереди. Вот каким образом? За счет каких мер, за счет внедрения каких систем новых может быть? Там же глава государства определил и высказал свою точку зрения на сей счет. Если вы помните, то было сказано, что путем и за счет внедрения новых форм и технологий. Это электронный бюллетень, это компьютеризация всей системы здравоохранения. Чтобы не на шаг, а на несколько шагов вперед медицина была ближе и доступнее нашим гражданам. Чтобы в сети, в электронной сети врач имел возможность прямо на своем рабочем месте запросить данные, посмотреть, что, в чем нуждается. И проконсультироваться с высококвалифицированным специалистом узким, которым необходимо этому пациенту оказать помощь. Но вот вы были на этом национальном собрании. Президент говорил про какие-то новые объекты, которые планируются построить в городе Гомель. Спасибо за вопрос. Весьма приятно было услышать на послании президента Белорусскому народу и парламенту. Было озвучено, что в Гомельской области будет производиться строительство пристройки к детской областной больнице Нажерковска. Что меня весьма порадовало, значит, и мы с этим вопросом ко мне обращались также жители нашего города. И мы, я посещая это учреждение с благотворительным утренником вместе с моими помощниками и теми людьми, которые оказывали помощь в проведении данного новогоднего утренника, мы посетили все отделения этого медицинского учреждения, побыли в реанимационном отделении и увидели, что действительно это учреждение нуждалось в такой помощи. И благодаря главе государства и, конечно же, руководству нашего региона этот проект, я думаю, будет осуществлен. И вы, как вы видели и знаете, значит, при посещении нашего города и нашего региона, глава государства посетил этот объект и определил, узнал, какие тут вопросы на местах, какие трудности, пообщался и посоветовался с народом. Это дорогого стоит. Ну, я думаю, особенно будут ждать этот объект многодетные семьи, потому что это для них очень важный вопрос. Евгений, извини, значит, я хочу сказать не только многодетные семьи, потому что этот объект, это областная больница. К нам приезжают сюда со всего нашего Гомельского региона детки. Здесь они могут проходить лечение в период обучения, даже в учебном году. Наши учреждения образования оказывают помощь в качественной подготовке, чтобы они не в процессе своего лечения не выпадали с системы обучения. И действительно, этот объект очень важен, потому что весь регион завязан на нем. И сегодня он требует такого внимания. И, в частности, пристройка хирургического отделения к областной детской больнице сегодня заслуживает особого внимания. У нас еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я житель города Гомеля, в Белеце, улица Оскина. Дом 34. У нас в микрорайоне спальный район. Одна 73-я школа. Это школа сар. Детей возят в микрорайон. По всему городу. Я, с лица, в школы. Когда здесь площадка большая, за 34-м домом на Оскино, когда здесь планировалась школа, будет она строиться или нет? Спасибо. Вопрос понятен. Большое вам спасибо за такой вопрос. Действительно, этот вопрос требует особого внимания и рассмотрения, потому что дети – это наше будущее, и мы должны уделять внимание в первую очередь. Я, насколько знаю, органы местной власти этот вопрос рассматривают. Вопрос, конечно, в финансировании. И сегодня такая площадка есть у нас в 21-м микрорайоне, центрального района. Поэтому я хочу сказать, что он требует не просто рассмотрения, а сейчас идет рассмотрение, ищем инвестора, скажем так, который бы мог профинансировать. Что касается бюджета, на сегодняшний день, вы знаете, программы, учитывая ситуацию в экономике, многие программы сегодня сокращены до минимума и будут только тогда, когда у нас экономика хорошо заработает, конечно же, этот проект будет осуществляться. Но это первоочередные объекты, которые будут на рассмотрении, контроле для исполнения. Но вот вы сказали, что идет поиск инвестора, а по опыту, может, аналогичных объектов, это насколько реально найти инвестора? Ну, сегодня я хочу сказать, что возможности, желание было бы это сделать. Конечно, проблема в том, что подыскать тот, кто бы вложил реально деньги в этот объект, здесь есть, но вместе с тем такая возможность по линии органов власти имеется. И я помню, когда работал начальником образования центрального района, мы предлагали площадку для строительства детского дошкольного учреждения. Такая форма работы есть, но это надо заниматься очень плотно. Но я знаю, что вы знаете, что проходил инвестиционный форум, что ведутся, скажем так, работы в плане того, чтобы заключить объемные проекты и осуществить в области экономики, чтобы мы были более перспективны. Ну, я думаю, для гражданина, который позвонил, вы, наверное, будете держать вопрос на контроле, и потом при появлении какой-то информации вы будете его информировать? Вне всякого сомнения этот вопрос мы возьмем на контроль. Мы доведем до руководства района, потому что мы в тесном сотрудничестве работаем. Депутат сегодня, конечно же, не имеет ресурсов, но задача депутата в первую очередь услышать человека и донести до тех исполнителей, которые должны решать данный вопрос. Но я хочу сказать, что у нас тесно сотрудничество с органами власти, и они нас слышат и помогают. Я, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности от моих избирателей. Те проекты, которые мы осуществляли, это была всегда прямая поддержка и совместная работа с органами места власти. Олег Федорович, я предлагаю нам опять вернуться к теме здравоохранения. И для того, чтобы нам было о чем поговорить, предлагаю посмотреть сюжет, который сняли наши корреспонденты, побывав в многодетной семье. Сесть всей семьей за один стол у нас такого понятия нет, потому что места очень мало, и буквально получается, что мы с мужем кушаем в одном месте, половина детей здесь, только трое могут сесть за стол здесь, и половина детей кушает в комнате. Дина Шараева показывает свой небольшой семейный очаг. Восьмером с детьми и мужем она живет в двухкомнатной квартире, в которой не то что обедать, негде даже вещи хранить. Для шкафов просто не хватает места. Из 43 квадратных метров лишь 27 жилая площадь. До появления этой квартиры жилье приходилось снимать. Здесь же многодетная семья ютится последние шесть лет. Примерно два года назад Шараевы подали документы на получение льготного жилья. Правда, этой весной движение очереди практически остановилось. Сдвинуть ситуацию помог депутат Палаты представителя Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов. И буквально через два месяца многодетная семья получила долгожданный подарок. Для нас очень большой подарок. Для нас вообще 2016 год стал очень неожиданным. У нас в мае родилась доченька, и уже в мае мы получили извещение, что получили новое жилье. И я хочу принести огромную благодарность Левшунову Олегу Федоровичу, его команде. Искренне спасибо. Уже можно с надеждой смотреть в будущее, понимая, что государство является гарантом для многодетных семей. Двух- и трехкомнатная квартира в этих многоэтажках по улице Жемчужная уже ждут своих новых хозяев. Ключи Шараевы получат уже в августе. Не менее долгожданный подарок получил и Геннадий Джумов. В молодости мужчина два года отслужил в Афганистане. Участвовал в военных действиях. Со временем непростое прошлое стало все чаще напоминать о себе. Здоровье ухудшалось, а в медицинской карте появлялось все больше хронических заболеваний. В какой-то момент Геннадию пришлось оставить прежнее место работы. Тяжелый физический труд строителя стал просто не по силам. Однако мужчину предпенсионного возраста, тем более со слабым здоровьем, не спешили принимать в другие организации. Последней надеждой стало обращение к депутату. И уже через три месяца Геннадия Джумова пригласили на работу в открытое акционерное общество «Полез печать». Хотя до этого поиски длились целых два года. Олегу Федоровичу большое спасибо, что помог устроиться. Сейчас я в пределе, работа есть, настроение есть, можно о чем-то думать. К слову, люди, которые получили в свое время помощь от депутатов, не всегда обращались сами. Зачастую инициатива исходит сверху. Так произошло с ассоциацией семей и детей инвалидов с ДЦП и патологиями спинного мозга, члены которой не просили о помощи, но нуждались в ней и неожиданно для себя все-таки получили. Семья Сорока Никиты получила вертикализатор. Это приспособление для ребенка, который не может самостоятельно стоять. Семья Кадыш-Дарий получила прогулочную коляску, которая для нее очень важна, так как девочка не передвигается самостоятельно, у нее очень тяжелая четвертая степень поражения здоровья. Благодаря этому мама может вывести ребенка теперь на прогулку. Своё разрешение находят проблемы не только конкретных людей, но и целых микрорайонов. Так завершить строительство этой детской поликлиники стало возможным в кратчайшие сроки. Теперь медицинское учреждение для маленьких жителей 17-го микрорайона Гомеля находится в шаговой доступности. Ну было очень неудобно, потому что мы относились к поликлинике, которая находится на Победе. Естественно, добираться было не очень удобно, так скажем. Сейчас, конечно, намного лучше. У нас педиатры замечательные, мы очень довольны, нам повезло. Открытие этой поликлиники стало предпоследним шагом на пути к стопроцентному охвату гомельщинами медучреждениями. И сейчас, по словам руководства управления здравоохранения областполкома, уже нет необходимости в новых объектах. Последним штрихом в общей картине станет завершение строительства областной детской больницы. При этом ключевые вопросы этого проекта были решены в ходе недавнего визита президента Республики Беларусь в наш регион. Корпус позволит в полном объеме удовлетворить потребность детского населения в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. И в 2018 году этот объект, как по словам главы государства, будет лучшим объектом в Республике Беларусь. Олег Федорович, давайте продолжим нашу беседу. На национальном собрании также было отмечено, что продолжится поэтапное внедрение организации работы участковой службы по принципу врача общей практики. Команды врач-помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медицинская сестра. Насколько я знаю, эта форма уже в Гомельской области реализуется. По вашему опыту общения с избирателями, эта форма оправдывает для себя? И много ли нареканий у гомельчанам есть к этой работе? Я, Евгений, хочу сказать, что нареканий я как таковых не слышал. Ко мне обращений как депутату не было по таким вопросам. Если помощь оказывается квалифицирована, то люди удовлетворены и не поднимают никаких вопросов в плане того, что надо это или не надо. Моя точка зрения, как депутата, это необходимо и очень важно, потому что первая доступная качественная помощь именно врача вот такого профиля. И он знает, что надо делать и как обратиться. Не просто везти в больницу и там обратиться и положить этого человека и так далее. А может он просто требует здесь на месте какой-то квалифицированной помощи и затем уже врач принимает, что делать. Тогда я по-другому сформулирую вопрос. Вы ведь тоже гражданин этой страны, не только же депутат. Вы сами посещаете медицинские учреждения. Вот ваш опыт что говорит? Насколько качественно медицинское обслуживание оказывается? Насколько приветливы врачи? Я не просто гражданин этой страны. Я люблю свой город, Евгений. Я всегда горжусь и работа в Палате представителей привожу пример наш города как самый прекрасный. И последнее недавнее событие. Работники Палаты представителей и депутатов посетили наш город. И просто приятно было слышать отзыв о нашем замечательном доме. Что касается качества услуг в обращении как жителя, как гражданина. Я как и любой гражданин и как мы все имеем разные вопросы и по разным вопросам можем обращаться. И как сам, и как отец, и как просто гражданин. Есть разное мнение на сей счет жителей нашего города. Но поймите правильно. Одному это нравится, другому не нравится. Если подходить с точки зрения государственной, то я считаю, что качественное отношение, внимание медицинского персонала по сравнению даже 3-4-5 лет назад сегодня очень высоко. И обращаясь в медицинские учреждения, я интересовался как депутат, изучал эту точку зрения, зная, что вот даже сегодня, но это не только вот сегодняшняя наша встреча. Я бываю и в госпитале ветеранов войны, интересуюсь как ветераны, как у обслуживания. Поверьте, многим нашим ближайшим странам надо просто позавидовать. И они так говорят, что у вас высокое обслуживание медицинское. Я вам приведу и такой пример, что из 200 стран, по-моему, так, если я не ошибаюсь, значит, мы находимся на 75-м месте, по-моему, там по доступности, вернее, по доступности медицинской доступности мы имеем первое место, а по качеству обслуживания где-то там 50-75 место, вот такое, да. Значит, это о чем-то говорит? Говорит. Значит, что касается посещения поликлиник, ну, глава государства очень четко подметил и сказал, что надо убрать очереди с поликлиника. Мы уже шагнули на такой уровень, если сегодня наши специалисты, кто мог подумать, Евгений, вы могли подумать, что когда-то придет время, когда наши специалисты, наши, белорусские, которые выросли вот здесь, в медуниверситете нашем, да, в Гродненском медуниверситете, выполняют высококвалифицированные операции, слышите, пересадка печени, почек, операция на сердце. Мы вот занимались как раз таким вопросом, оказывали, благодаря нашему руководству здравоохранения, значит, и республики, и нашего региона, мы оказывали помощь, к нам обратился житель Новобелецкого района, где необходима была экстренная помощь, и не было, ему не могли оказать по той причине, что необходимы были специальные стенды. Значит, при обращении, значит, в Министерство здравоохранения нас поддержали, услышали, и сделали операцию человеку в кратчайшие сроки. Сегодня вот мы поинтересовались, даже перед нашей встречей, но мы держим связь с нашими избирателями, значит, он находится в Минске на повторном осмотре врача, и насколько я знаю, все хорошо, поэтому, возвращаясь на исходную, значит, очереди есть, но очереди есть по разным причинам, и мнение у людей разное, если в целом наше здравоохранение соответствует высокой оценке. Вот вы правильно сказали, что мнение у людей разное. Наши корреспонденты вышли на улицу Гомеля и задали один простой вопрос. Как вы оцениваете качество оказания медицинских услуг? Давайте посмотрим, что отвечали гомельчане. Нормально, оцениваем, все в порядке. Если нужно вылечить, вылечивают, все нормально. Главное, чтобы были деньги, все остальное сделают. По большей очереди, постоянно не доступиться туда, до наших врачей, и хотелось бы, чтобы эти очереди стали меньше. Высокий уровень, а в любое время можем посещать, как говорится, любые проблемы, звонки, то есть откликаются, как говорится, по первому вопросу. Придешь, и, ну, короче, внимания нет никакому для больных. Ну, чтобы обратиться, врач не затрачивает на тебя столько времени, сколько положено. Хожу в поликлинику, обращаюсь к врачам. Наша участковая терапевт, молодая, но очень внимательная, очень грамотная. Позвонит даже домой, вот, если что-то надо. Я своей поликлиникой очень довольна. Как все, конечно, обращаюсь в поликлинику. Ну, наш, я к шестой поликлинике отношусь, нас, ну, нормально обслуживают. Вот, как обращаемся, все, помощь оказывают, как положено. Врачи нормальные. Участковая у нас очень хорошая врач. В Гомельской области прием. И где бы я ни был, каких поликлиник, я ни обращался, лично, я знаю, такое, ну, сердечное, уважительное отношение. Не только к пенсионерам старшим вообще. Обращаюсь редко. Считаю удовлетворительно, как медики о нашем здоровье. Удовлетворительно, таким считом. Могло бы быть лучше, но все, что есть, и то хорошо. Много платного. Сейчас всякие процедуры платные делаются. Наверное, так надо. Наверное, им тоже надо выживать. Ну, как они могут, так и обслуживают. Нужно за неделю, за 10 дней, а к отдельным врачам, вот, в первой поликлинике, к кардиологу, даже за две недели записаться нельзя. Нет возможности. Ну, и вот поэтому, ну, лично для нас, бабушек-старушек, это очень неудобно. Потом в регистратуре предлагают по компьютеру запись. А вот, допустим, у меня нет ни компьютера, ни ноутбука. Это слишком дорогое удовольствие. Ну, и по состоянию здоровья для меня, мне сложно. Олег Федорович, ну, вот мы услышали разные точки зрения, да, и, к удивлению, они порой очень противоположны. Вот, на ваш взгляд, с чем вы связываете такие настроения в обществе, чтобы оценка и врачей, и оказываемых услуг была настолько полярной? Евгений, дело в том, что диспансеризация населения проводится в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19-го, 10-го, седьмого года, номер 92. Оно так и называется, об организации диспансерного наблюдения взрослого населения Республики Беларусь. Я вам приведу несколько цифр. Во всяком случае, два раза в год про себя надо позаботиться. Хотя бы знать, что у тебя есть. Какие... Если человек не беспокоится, значит, ему не совсем интересно получается здоровье. Но государство предусмотрело диспансеризацию. Они два раза в год вызывают, приглашают, придите, пожалуйста. Мы вас обследуем, мы вас посмотрим и скажем, над чем надо... То есть, а человек уже приходит, когда есть вопросы серьезного характера. И... Ну, это не все, но в основном. И когда начинают смотреть, говорят, вот это есть, это и это сиюминутно не устраняется. Поэтому здоровье наше, в наших руках в первую очередь. И, как мудро сказано было когда-то, значит, что проще сегодня заниматься своим здоровьем на спортивных площадках, в тренажерных залах, на водной глади, значит, кругу семьи на природе, чем ходить и сегодня к врачу, покупать лекарства, да, сегодня это все дорого. Поэтому профилактика здоровья в первую очередь от нас зависит. Но государство это предусмотрело и проводит. Я вам приведу цифры. Значит, вот в течение 15-го года диспансерным осмотром охвачено 98,7, взрослого населения. В 2014 году 98,9. То есть уровень диспансеризации растет, согласитесь. Вот. При показателе в области 99%, почти 100% охвачено сегодня. Мы знаем, что такое диспансеризации охвачено и детское население. Когда выезжают и на месте смотрят детей, обследование делают, и есть и такое амбулаторное, ну, есть. Давайте все-таки вернемся к тому, что мы услышали в вопросе, да. То есть люди говорили разные точки зрения. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот на ваш взгляд такая ситуация. Это где-то мелкие недоработки в системе этой работы или где-то недоинформированы сами граждан? Когда не совсем люди понимают, куда надо обращаться, когда надо обращаться, вот как вы сами для себя. Сегодня информированность очень большая. Сегодня, пожалуйста, далеко не надо брать. Если это пенсионер набрал службу, социальную службу, не надо здравоохранения даже. И тут же, значит, окажут помощь, выйдут на ту же поликлинику. Сегодня есть вариант, значит, обращения в ту же администрацию даже района. И то тут же включатся, перезвонят, и тут же у участкового врача появится все. Живой пример, значит, когда я буквально на днях обратился по такому вопросу, зная, что будет встреча, и не только зная. Я изучал этот вопрос для себя. Когда на улице Быховской, значит, вызывали медперсонала с поликлиники номер 5. Значит, я вам хочу сказать, что в течение, наверное, ну, 10-15 минут прибыл врач участкового с медсестрой, и на месте принимали решение или госпитализировать пожилой человек, просто там женщина. Она обратилась к нам, мы проводили прием, и к нам обратилась. И мы вынуждены были это выполнить. Значит, но что касается информированности, сегодня есть телефон, есть поликлиника, но граждане, значит, говорят о том, что приемное отделение не всегда, значит, можно там дозвониться. Над этим как раз система здравоохранения работает. Усовершенствовать вот это, усовершенствовать систему и компьютеризацию, чтобы более доступна была медицина для граждан. Мнение, значит, надо уважать любое мнение, любого человека. И если человек говорит об этом, вот я услышал, что-то там есть вопрос, что записаться, и долго надо ждать кардиологу. Я, конечно же, взял на контроль этот вопрос, переговорю с нашим уважаемым главным врачом города, который очень внимательный. Профессиональный человек всегда, в любое время, когда мы обращались, он всегда приходил на помощь, тут же решался вопрос без всякого. И так на каждом участке работает кто? Человек, прежде всего. Потом он специалист, который имеет возможность оказать медицинскую помощь. Поэтому не потому, что там недоинформированность или власти не довели информацию. Сегодня и в письменном виде на стенде, пожалуйста, сегодня, значит, в любой информации хватает. Просто люди, возможно, значит, считают, что тот же врач должен позвонить и прийти. Но у врача сегодня на участке не один человек, и он может быть в это время на вызове. Поэтому говорить о том, что качество доступности, это не совсем так. Сегодня медицина доступна. Мы делали тоже несколько материалов про работу поликлиник, больниц. И обратили внимание, что не все наши граждане доверяют, что ли, вот этой компьютеризации. Вот то, про что говорит президент, чтобы у нас были электронные журналы записи, электронные медицинские карты. Все равно люди, даже записавшись по интернету на визит к определенному врачу, все равно предпочитают прийти дополнительно и переуточнить этот вопрос в регистратуре. Вот, может быть, из-за этого еще очереди у нас создается? Как вы считаете? Ну, Евгений, мы же, конечно, уже же у нас 21 век, и мы не можем отставать от того, что происходит на планете Земля. И компьютеризация далеко шагнула, и новые технологии шагнули. Мы должны тоже идти в ногу. И мы должны уважать наших стариков. И сегодня органы управления здравоохранения не снимают то, что было, что он может позвонить, обратиться по старым формам обращения, да, но и новые мы должны внедрять. Вот, поэтому сегодня вот ко мне, допустим, как я общаюсь, вот сюда шел на передачу, интересовался у людей, подходил как, что. Многие люди говорят, мне очень удобно, я мог с личного кабинета выйти туда-то, туда-то и решить вопрос. И эта форма тоже должна быть, мы не должны, мы должны давать возможность выбора. И такое, и такое. Мы в кадре видели, сегодня говорили, что и платная медицина есть, и бесплатная медицина есть, как мы называем, да. То есть государство не, самое главное, не снимает свою социальную ответственность и берет на себя основную львиную долю, значит, в выполнении социальных программ, вот. Но, как и везде, должен быть выбор, пожалуйста, можете воспользоваться платной. Почему бы и нет, если у человека есть возможность, у человека есть деньги, он не хочет долго там ждать и так далее, он может обратиться и оплатить, и выполнить услугу. И многие выполняют. Вот вы в своем ответе предыдущем затронули тему здорового образа жизни. То есть, насколько я понимаю, чтобы меньше обращаться к врачам, надо вести здоровый образ жизни, для того, чтобы меньше болеть, да. И действительно, вот в последнее время тема здорового образа жизни набирает популярность. Люди стали больше ездить на велосипедах, на роликах, там, пешеходные прогулки совершают по городу. И, насколько я знаю, довольно много нареканий возникает именно в этой связи. То есть мало велосипедных дорожек, мало приспособленных площадок для таких вот занятий. Вот как вы со своей позиции, со своей должности видите развитие города на эти ближайшие пять лет? То есть будут ли у нас строиться такие площадки, оборудоваться велодорожки? То есть какие здесь перспективы? Я хочу сказать, что первые шаги уже сделаны. И они от некоторых граждан подверглись и критике, что, вы знаете, вот безопасность не предусмотрели и так далее. Это надо делать и все шире и шире и шире распространять здоровый образ жизни. Мы, во-первых, сэкономим на содержание на больничной койке, понимаете, в чем дело. Мы тратим деньги в пустую. Одно дело, когда человек болеет, пожилой человек, действительно, серьезное заболевание, здесь одно дело. Здесь надо и по максимуму включаться в государство. Спасибо, Олег Федорович, за интересную беседу. На этом все. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин